Число сочетаний из n плюс m по m, это есть n плюс m в квадратных скобках умножить на n плюс m минус 1 и так далее умножить на 2 в квадратных скобках умножить на 1 в квадратных скобках. А здесь m в квадратных скобках m минус 1 и так далее 1 и соответственно n, n минус 1 и так далее. Повторим, что такое 1 плюс q плюс q в квадрате плюс q в степени m минус 1. Если q не равно 1, то это q в степени f минус 1 делить на 1. И вот давайте сейчас в этом равенстве везде заменим вот такую геометическую прогрессию на 1. Получим q в степени n плюс m минус 1 разделить на q минус 1. q в степени n плюс m минус 1 делить на q минус 1. и так далее в конце q в конце. q в степени m минус 1 делить на q минус 1. Это у нас есть такой геометический прогрессия. Теперь что у нас внизу? q в степени m минус 1 делить на q минус 1. И так далее, и так далее. q в квадрате минус 1 делить на q минус 1. Вот, ну, на самом деле давайте я вам что пишу для, что называется, единообразия и мною q минус 1 делить на q минус 1. Что-то хуже не будет. И то же самое у степени n минус 1 делить на q минус 1 и так далее. q минус 1 делить на q минус 1. Это абсолютно очевидно. Абсолютно одинаково. Поэтому можно их все умазать. Теперь можно взять и сократить на q в м минус 1 и так далее q минус 1. Потому что они здесь будут, на них можно сократить. и напишем, что останется из n плюс m по m. Это есть q в степени n плюс n минус 1 умножить на q в степени n плюс n минус 1 минус 1 и так далее. q в степени n минус 1 и так далее q в степени n минус 1 и так далее q в квадрат минус 1 и q минус 1. Пожалуйста, внимательно посмотрите и поймите, что я действительно написал q минус 1. Вот здесь все сокращалось. И вот теперь настало время что-нибудь устремить к бесконечности. Нет, в смысле, что это, конечно, правильная формула, она верна для любых m и n. Но сейчас мы действительно можем перейти к пределу. Давайте для начала n плюс к имени бесконечности. Тогда вдруг вам нам нужно. Что существует? Число сочетания из бесконечности по имму. В обычной кубинаторике это пол ерунда. Потому что я просто бесконечно много диаграмминга. Но как только мы им привесили вот эти веса в степени, то все стало хорошо. Поехали. Из бесконечности по m. И это, между прочим, стандартное обозначение. Это что такое? Мы n стремим к бесконечности. На самом деле, не хорошо он писал. Потому что идейно в этой науке всегда считается, что q можно взять маленький, маленький. И вот эти минус единицы мне мешают. На самом деле, по-доброму надо было написать здесь везде плюсики, а перед ушками написать минусики. Это было бы на самом деле то же самое, но зрительно намного приятнее. Потому что когда вы перемножаете бесконечное число минус единицы, то как-то непонятно, что возникает. А когда вы перемножаете бесконечное число единицы, то что-то понятно. Стремим к бесконечности. Здесь будет один минус q, один минус q квадрат. А здесь один минус q в плюс 5. И начиная с него, все так и пойдет к бесконечности. Замечательно. Когда они сократятся, что останется? Здесь поправлю, вам будет тогда легче. Здесь я могу написать n, а здесь m. Я могу сократить и те множители. Согласны? Посмотрите, что происходит, когда это делится в бесконечности. Вот эти штуки усвистывают в бесконечность, и их уже потом туда не найдешь. А здесь что получается? А это конкретная штука. А при конкретном m это конкретное произведение. Значит, мы получаем такую замечательную формулу. Единица делить на 1 минус q, 1 минус q в квадрате, 1 минус q в кубе и так далее. 1 минус q в стиле m. Вот. Это произведение. Конкретно. m умножить. И теперь вопрос. А что такое без бесконечности по бесконечности? Так и будет. 1 минус q, 1 минус q в квадрате, 1 минус q в кубе и так по бесконечности. Вы помните, когда была лекция про это? Мы это обозначали феткой. Такая вот, ее ветер придумывает бесконечное произведение. Вот. Мы доказали. Бесконечности. Бесконечности означает, что, простите, любые пути. А что значит любые пути? Если у вас путь идет и все время чередует a и b, то под ним наберется бесконечная площадь. В каком случае площадь оказывается конечной? Давайте вернемся к этой картинке. Представьте себе, что время разрешается в енке бесконечно долго. В каком случае у нас все-таки получается конечная диаграмма? Если с какого-то момента вы просто пойдете вертикально вверх. Надо судить, что площадь под путем, правильно? Если вы с какого-то момента пойдете просто b, 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 b и так до бесконечности. А теперь вспоминаю. Когда мы занимались тождеством гаусса, тождеством якобы, то у нас там, помните, были кружочки и крестики. Вспоминаете? Кружочки, крестики, и мы говорили, что там кружочек переставляем с крестиком. И нам казалось, что это такая достаточно искусственная конструкция. Так, ребята, объясняется, что конструкция абсолютно не искусственная. Это просто те самые наши буквы а и b, которые b, a равняется у, a, b. Это вот из той лекции про кружочки и крестики так и отличается.